Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь. Платон Человек свободен по своей природе. Он волен выбирать, как поступать, с кем общаться, что надевать. Но ни хорошее воспитание, ни образование и даже ни деньги в несметных количествах не смогут защитить от ошибок. И никто не даст гарантию, что дорога, на которую свернет человек, не окажется кривой. В разговорах с родными и друзьями мне часто приходится слышать такой вопрос, почему мы должны содержать тех, кто преступил закон. Но с другой стороны, ошибиться может каждый, а значит шанс на исправление должен быть у всех. Способствует ли этому современная система наказаний? Попытаемся найти ответ за этой дверью. Это колония строгого режима и правила здесь строгие. Многие совершенно обычные вещи здесь запрещены. Поэтому, чтобы пройти дальше поста охраны, нам придется от них избавиться. Все, дальше можем идти. Здравствуйте. Специально к нашему приезду в колонии никто не готовился, поэтому мы увидим ее такой, какая она есть на самом деле. Спасибо. Ну вот мы и в колонии. Поскольку объект это режимный и очень серьезный, одной мне здесь передвигаться, конечно, нельзя. Поэтому нашим проводником будет Константин Эдуардович. Константин Эдуардович, здравствуйте. 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 По возможности, конечно, в разговоры с осужденными не вступать, но дальше где-то, если что-то какие-то возникнут вопросы, мы по ходу их все с вами обсудим и решим. Ну, не все понятно. Можем идти дальше? Да, конечно, пойдемте. Пойдемте. Вот вы сказали, что это колония строгого режима, а условия содержания как-то отличаются? Что это вообще такое строгий режим? Ну, колония строгого режима – это прежде всего тот контингент, который здесь содержится. Здесь содержатся осужденные, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, грабежи, разбой, незаконный оборот наркотиков. Ну и, конечно же, условия содержания здесь для осужденных, которые находятся в этой колонии строгого режима или в любой другой, которые, согласно уголовно-исполнительного законодательства, кардинально отличаются от условий содержания в любой другой колонии общего режима. В части – количество свиданий с родственниками, количество передач, которые осужденным разрешается иметь в течение года. Кроме того, здесь, в этой колонии имеются три условия отбывания наказания. Это обычные условия отбывания наказания, строгие условия отбывания наказания и облегченные условия отбывания наказания. Это корпуса, где живут осужденные в зависимости от, скажем, рецидива преступления. Если человек первый раз попадает в места лишения свободы, то он живет в одном отряде. Если он уже не в первый раз попал в места лишения свободы, то он живет в другом отряде. Ну и здесь, соответственно, распределение тоже идет по условиям отбывания наказания. Здесь есть отряды с обычными условиями отбывания наказания и есть отряды с обреченными условиями отбывания наказания. Ну, так, знаете, с первого взгляда похоже на пионерский детский лагерь. На пионерский детский лагерь похоже, наверное, только сами строения, ну и организация питания, потому что здесь питание такое же, даже, наверное, лучше, чем в детских пионерских лагерях, но во всем остальном здесь все намного жестче и строже. Можем туда пройти, да? Да, конечно, пойдемте. Сходство с детским лагерем есть и внутри. Вместо ожидаемых камер одна общая комната с двухъярусными кроватями. Никаких излишеств, уюта и красок. От монохромности даже начинает резать глаза. Так живут большинство заключенных. Это обычные условия. Этажом ниже все иначе. Светлые стены, одноярусные кровати – не единственные достоинства отряда с облегченными условиями. С первого взгляда заметна более благоустроенная кухня с большим количеством утварей. Комната отдыха отличается приятным ремонтом. Современный телевизор и аквариум с рыбками – еще одно достоинство. Также в распоряжении осужденных – небольшой спортзал, где можно поддержать физическую форму. На фоне общей серости эти условия окажутся пятизвездочным отелем на дорогом курорте. Во-первых, вы видите, как здесь у нас. Алексей Макаев. Осужденный. Отбывает наказание на облегченных условиях. Намного лучше, чем на других отрядах. Условия. Душ есть. Кухня. Ну и ПВР. Видите, какой. А сколько вы пришли сюда забирать? Ну, не сразу. Как говорится, проявишь себя. Ну, у меня где-то, наверное, через два с половиной года это получилось. Вместе с Алексеем здесь живут всего 35 человек. Они дорожат этими условиями. Ведь попасть сюда сложно, а вернуться обратно в обычные условия проще простого. Послабление не распространяется на правила поведения, а они жесткие. Подъем строго по расписанию. Сидеть на кроватях днем нельзя. Просмотр телевизора только в определенные часы. Нормы едины для всех и обязательно к исполнению. Проведя в колонии какое-то время, понимаешь, здесь нет мелочей. Не зря тем, кто отбывает наказание на облегченных условиях, разрешено иметь занавески на окнах и цветы в горшках. Заслужить этот уют можно только упорной работой и примерным поведением. Плюсы есть не только в окружающей обстановке. Заключенные, содержащиеся на облегченных условиях, чаще остальных получают передачи со свободы и видят родственников. При обычных условиях положено всего три свидания и четыре передачи в год. Примерно осужденные могут встретиться с родственниками четыре раза и получить шесть передач. Встречи бывают двух видов – краткосрочные и длительные. В первом случае родственники и заключенные общаются в этой комнате. Правда, отделяет их толстое стекло и телефонная трубка. Для примерных осужденных есть альтернатива. Здесь у нас находится кафе для проведения краткосрочных свиданий с родственниками. Тех осужденных, которые положительно характеризуются, не нарушают режим содержания, находятся на облегченных условиях содержания и работают. – Пойдемте туда. – Пойдемте. – Да, симпатичная обстановка. Почему здесь никого нет сейчас? – Ну, потому что краткосрочные свидания в этом кафе проводятся у нас по средам. Вот, поэтому здесь завтра будет практически полный зал. Ну, пойдемте присядем. – Пойдемте. – Ну, как я уже говорил, не все осужденные имеют право вообще сюда прийти и провести здесь время с родственниками. Только те, кто, можно сказать, идеально себя здесь ведет в колонии, плюс работает еще. Вот, конечно, это большой стимул для осужденного к правопослушному поведению. Потому что те осужденные, которые уже были здесь, они, естественно, потом возвращаются назад в зону, в отряды, рассказывают, как они здесь провели время. Для длительных свиданий в колонии есть специальная гостиница. В небольших уютных номерах заключенные его родные могут прожить до трех суток. Попасть в колонию для свидания с осужденным или с какой-либо другой целью достаточно сложно. Чтобы получить разрешение, нужно прийти проверку. А после этого – одобрение от руководства УФСИН России по Камчатскому краю. Если в биографии есть черные пятна, человеку откажут в посещении. Но уют, привилегии и возможность чаще видеть родных не могут удержать всех от нарушений дисциплины и правопорядка. В зависимости от тяжести проступка заключенный попадает в штрафной изолятор, помещение камерного типа или в единое помещение камерного типа. Это своеобразная тюрьма в тюрьме, где действуют свои, очень жесткие правила. Внутри камер – утручающая обстановка. Кровати железные, откидные. В открытом положении они находятся только ночью. Днем их фиксируют специальным запорным устройством. Постельное белье тоже выдается только на время сна. Круглые сутки в камерах ведется видеонаблюдение. Когда осужденный попадает сюда, у него изымают практически все личные вещи. Разрешено здесь немного. Немного разрешено читать книги в библиотеке. Один раз в неделю приходит библиотекарь и выдает книги. Антон Скобелкин – младший инспектор группы надзора исправительной колонии номер 6. Максимальный срок, который можно провести в ШИЗО – 15 суток, в ПКТ – до 6 месяцев. А наказать ЕПКТ закон позволяет на целый год. Попав в штрафной изолятор, заключенный полностью лишается встреч с родными и возможности получить посылку. Для отбывающих наказание в помещении камерного типа и единого камерного типа количество встреч и посылок сокращается до двух в год. И что, они в камерах все положили срок, сидят и никуда не выходят? Да, сидят назначенные сроки. Наказание, которое назначили в камере, выходит и каждый день на прогулку. ШИЗО – один час, ПКТ – полтора часа могут гулять в прогулочном дворике на улице. Это там? Да. Ну, пойдемте, вам покажется. Вот, значит, прогулочные дворики. Пять прогулочных двориков, в которых осуждены имеют права от часа до полтора на ежедневную прогулку. Можно, да, только зацов. Заходите? Не страшно? Да, вот сейчас узнаем. Место, надо сказать, очень неприятное. Давит сама обстановка. Вот эти стены серые, какие-то желтые, небо в клеточку. Но оставаться здесь надолго очень не хочется, поэтому пойдем отсюда. Завсегда таяшь травного изолятора, ПКТ и ЕПКТ рискуют попасть в СУЗ или строгие условия содержания. Контингент здесь соответствующий. Злостные нарушители порядка. Осужденные живут в таких небольших помещениях, спят на двухъярусных кроватях, а гулять ходят в этот небольшой дворик. Выбраться отсюда можно только через 9 месяцев заключения. Но это при условии, что все время осужденный соблюдал дисциплину и доказал – готовь встать на путь исправления. Выходят отсюда немногие. Часто осужденные остаются здесь до конца срока. И все же, если человек постарается, он может нажать на кнопку, вызвать лифт и уехать с минус первого этажа. Эта аналогия здесь не случайна. Два года назад в колонии начала работу система под названием «Социальные лифты». Комиссия, в которую входят представители исправительного учреждения, работники культуры, общественные деятели, собирается раз в две недели. Они заслуживают характеристику осужденного, задают ему вопросы и выносят решения. Комиссия может ходатайствовать об условном досрочном освобождении, изменять условия отбывания наказания. Сама процедура в чем-то напоминает сдачу государственного экзамена. И готовиться к ней нужно не меньше. Учитывается все. Много критерий, 3-34 критерии, которые должны выполнять осужденные. Хайрулла Каримов. Член общественного совета при УМВД и УФСИН России по Камчатскому краю. Член комиссии «Социальные лифты». И естественно в характеристике это отражается, какие критерии выполняются, какие критерии не выполняются. Исходя из всего этого мы уже как бы делаем выводы. Это хорошая тема для того, чтобы уточнить, как же идет осужденное исправление или не идет, или как бы наоборот в другую сторону, в худшую сторону. Вот это критерии, когда он выполняет, естественно она идет к лучшему. Комиссия не является истиной в последней инстанции. Например, в случае с решением об условно-досрочном освобождении это всего лишь первая ступень. Окончательный вердикт вынесет суд. Но несколько лет успешной работы в социальных лифтах показывают, система действенна. Основная идея в том, что перед заключенными ставятся четкие задачи. Например, устроиться на работу, поддерживать связь с родственниками, проявлять инициативу в работе на общее благо. Считается, что делая это, человек привыкает к нормам, принятым в обществе, то есть социализируется. Осознать свою вину, понять, где оступился, справиться с окружающей обстановкой – все это не так просто, особенно в колонии. Поэтому с заключенными работают психологи. Правда, приходят на прием только те, кто сам этого хочет. Все, я думаю, в первую очередь зависит от самого человека. Олеся Глазкова, старший психолог психологической лаборатории. Если человек действительно хочет измениться, то существующая система, она, конечно же, ему поможет. Потому что с помощью этих ограничений, этого порядка, вырабатывается какая-то система, скажем так. Если человек этого не хочет, ему ничего не поможет. Для преодоления себя условия есть. Большую часть территории колонии занимает производство. Десяток цехов разных профилей и направлений. Один из самых крупных – автомастерская. Здесь все, как в обычном автосервисе. Работа у осужденных есть всегда. Они обслуживают не только автопарк-колонии. Большая часть машин приезжает со свободы. Спектр услуг разнообразный. Мастера и подвеску переберут, и двигатель отремонтируют, и кузовные работы выполнят. Даже покрасят машину. Сейчас вот у нас ребята пришли квалифицированные, могут даже тюнинг делать из стекловолокна, там уже на заказ. Александр Семкин. Осужденный. Работает в автомастерской. К нам вот сейчас будет заезжать машина, как бы, то есть они хотят для дрифта. И вот ребята попробуют, как бы, себя в творчестве. Сделали. Ну, все индивидуально, как бы, да, такого больше не будет. В автомастерской справятся с любой поломкой, а в деревообрабатывающем цеке любая, даже самая креативная задумка воплотится в реальную вещь. Как, например, эта кроватка для двойни. Ручная работа, эксклюзив. В обычном магазине такую не найти, как и то, что выходит из-под лобзиков и рубанков местных умельцев. В основном беседки, столы, лавочки для дачи. Александр Николаев. Осужденный. Бригадир столярной мастерской. Ну, у нас столики журнальные, столики такие, двери, оконные блоки, дверные блоки тоже. Сейчас вот двери делаю. Нам пока вышли, какие заказы приходят, которые руководство берет, мы все выполняем заказы. А это, пожалуй, самый интересный цех. В нем производится сувенирная продукция. В небольшой комнате творится настоящее волшебство. Фантазия мастеров превращает дерево, кости, рога животных в потрясающие вещи. Осужденные идут работать не только, чтобы занять свободное время, которого в колонии в избытке. Это еще и возможность заработать. Деньги, конечно, небольшие, но так можно расплатиться с потерпевшими или скопить небольшую сумму на первое время после освобождения. Готовые изделия отправляются в магазин с символичным названием «Трудовые резервы». Здесь можно купить уже готовые столы, стулья, детские кроватки и качели, тротуарную плитку, шахматы и даже мифологических воронов-кутхов. Спрос есть и, в принципе, все качественно, очень добросовестно довольно-таки сделано. Яна Лысанова. Табельщик Центра трудовой адаптации осужденных. То есть от нас люди не отворачиваются к нам. У нас постоянно и заказчики есть, которые уже убедились в том, что наша продукция качественная, хорошая. Согласно концепции развития системы исполнения наказаний, руководство колонии должно обеспечить большее количество рабочих мест и достойную заработную плату. Это позволило бы заключенным быстрее рассчитываться с родственниками потерпевших. Делается руководством для этого немало. Управление в СИН России по Камчатскому краю и администрация колонии ведут постоянную работу по привлечению крупных долгосрочных контрактов с предпринимателями. Именно такие договоры должны решить поставленную задачу. А если есть желание работать, а делать ничего не умеешь, ни здания, ничего, ни образования никакого нет, то тогда что? Ну, тогда здесь у нас предоставлена возможность обучения для осужденных. Начать они могут со школы, получить здесь среднее образование, потом поступить в ПТУ, получить профессию, но затем при желании осужденного уже он может поступить в высшее учебное заведение и получить высшее образование. По прибытию в колонии мы, естественно, изучаем личность осужденного, его личное дело. И если осужденный не имеет среднего образования, осужденный обязан здесь у нас в колонии получить это образование. Мы ему такое право предоставляем. Особо гордятся в колонии профессиональным училищем. Сварщики, бетонщики, стропольщики, машинисты-кочегары, стойлеры и слесари по ремонту автомобилей. В этом году училище обучает по шести специальностям. Студенты изучают теорию и практику. На оттачивание мастерства делается особый упор. Один из самых популярных курсов – мастер столярного и мебельного производства. Осужденных учат работать по традиционным технологиям. Мебель делается без единого гвоздя, а поэтому и прослужит долго. Техническому оснащению многие подобные училища могут позавидовать. В классе, где обучаются стойлеры, новенькие станки. У сварщиков – современные аппараты. А класс для автослесарей вообще похож на музей. Здесь есть все, чтобы выпустить профессионала. Дальше зависит от желания и способностей ученика. Есть и хорошие видеоуроки, которые нам непосредственно преподаватель демонстрирует. Для тех, у кого практики не было, именно в автомобильной сфере никакой, очень большое количество узлов, агрегатов в разобранном виде. То есть, в принципе, багаж знаний получается хороший. И в дальнейшем, в дальнейшем, я думаю, что его будет где применить не только мне, но и остальным осужденным, которые решили выбрать себе эту профессию. Будущие автослесари перебирают двигатели. Здесь их с десяток. Изучив все, с уверенностью можно назвать себя профессионалом. За год, что длится обучение, это должен сделать каждый студент. В этом же классе скромно в углу стоит настоящий памятник японского автопрома. Что это вообще за экспонат такой? Ну, это учебный автомобиль Toyota Chaser, 1984 года выпуска, полностью в рабочем состоянии. То есть, группа сессорей по ремонту автомобиля занимается разборкой, сборкой данного автомобиля, снимает двигатель. Ну, то есть, все по трансмиссии, все выполняются работой на производство обучения. И он на ходу, то есть, можете даже попробовать его запустить. Да, пожалуйста. Можно, прям заведется? Да, заведется, пожалуйста. Все как в обычной машине? Да, все как в обычном автомобиле. Точно работает? Отношения учеников к учебе здесь особые. Отчислений гораздо меньше, чем в обычном училище. Конечно, не все осужденные приходят сюда с охотой. Но когда становится виден результат, появляется мотивация и желание учиться дальше. Тем более все профессии, что называется рабочие. С такой специальностью, когда вокруг одни юриста и менеджера не пропадешь. Если он пришел, ничего не умеет делать, или после того, как он уже сам сделал даже какое-то изделие, сам сварил шов сварщик, вот надо посмотреть, он просто, ну, на глазах меняется человек, то есть он понимает, что он востребован, что он уже может что-то сделать. Анатолий Черешко, директор профессионального училища номер 333. Не имея ничего не образования, никаких навыков, ничего. А тут пришел и сам сделал, конечно, у него уже, он уже даже по-другому себя ведет. Он говорит, да, все, после освобождения я пойду работать там на стройку, сварщиком там, или мебель буду собирать, или автослесарем. Колония своего рода город, территория которого ограничена забором, практически всю деятельность обеспечивают заключенные. Это тоже своего рода воспитание, социализация. Поэтому даже если дефицитного места на производстве осужденный не может добиться, это не значит, что можно весь день ничего не делать под благовидным предлогом. Инициатива ненаказуема. Начальство колонии всегда идет навстречу. Так, например, один из осужденных решил построить статую из дерева. Тем, кому творчество не по душе, могут работать в столовой, храме или, скажем, в библиотеке. Кстати, это место особое. Постоянно сюда приходит примерно три четверти осужденных. Чтение здесь, пожалуй, самое популярное хобби. Тому есть несколько причин. Время летит быстрее, да это шанс почувствовать вкус свободной жизни. Откуда все эти книги здесь? Кто-то дарит или как-то покупаете? Привозят и в библиотеки нам отдают, и так, с личных коллекций, с частных. Дмитрий Тарабриков. Осужденный. Работает в библиотеке. Классика, история, научная литература, природа, фантастики много. Где-то около четырех с половиной тысяч книг сейчас на подходе, еще, наверное, в районе тысячи. Мы собираемся устанавливать новые стеллажи для книг, расширять будем немножко. А как читатели вообще к книгам относятся? Поскольку часто и много читают, то они просто изнашиваются. Но мы стараемся. У нас есть реставрационная мастерская. Там по мере возможности реставрируем, поддерживаем состояние. Ну а так специальных актов вандализма? Да нет, такого не было. Посещение библиотеки и уважительное отношение к книге – это еще и обязательный критерий, который учитывается комиссией на социальных лифтах. Чтение правильной литературы помогает человеку развиваться, получать знания. А значит, есть шанс, что осужденный встанет на путь исправления. Поэтому попасть в библиотеку может не любая книга. Мне, как человеку, получавшему филологическое образование, на эти полки приятно смотреть. Современные детективы, пропагандирующие насилие, здесь запрещены. Есть только классические, добрые книги. Например, вот «Гоголь», «Крылов», «Чехов», «Блок». А вот это место, где обычно стоит преступление и наказание Федора Михайловича Достоевского. Оно, ну, как правило, пустует. Говорят, что книга пользуется просто бешеной популярностью. Владимир здесь частый гость. Он пристрастился к зарубежной литературе 17-го и 18-го веков. Особенно нравится Гёте. Пока он прочел только Фауста и несколько рассказов. Прочитал бы больше. Но в библиотечном фонде есть только эти произведения. В библиотеку я начал ходить только здесь. Владимир Лохно. Осужденный. Постоянно посещает библиотеку. Когда я был еще не осужден, я в библиотеку особо так и не ходил и особо не читал. Ну, здесь я могу сказать то, что за всю свою жизнь я не прочел столько книжек, как здесь вот, по количеству. Пожалуй, только в колонии понимаешь весь смысл выражения «серые будни». Поэтому особенно яркими пятнами становятся праздники, которые устраивает для осужденных администрация. К заключенным с концертами приезжают творческие коллективы со всего полуострова. Иногда выступают даже звезды мировой сцены. Но больше всего ждут и любят заключенные в футбольные матчи. В колонии даже есть своя команда. Проводятся турниры между исправительными учреждениями. Это настоящий праздник для всех. Праздник или футбольный матч – там, где происходит какое-то событие, всегда оказывается этот человек. Фарух – корреспондент местного медиа-центра. Его статьи можно прочитать в тюремной газете. Она выходит раз в месяц. А видеосюжеты показывают каждый день на специальном канале. Работники медиа-центра самостоятельно освоили сразу несколько не самых простых профессий. Они и журналисты, и операторы, и монтажеры. Когда пришли в колонию, эти парни просто увлекались компьютерами. Сейчас они вдвоем делают работу целой редакцией. И иногда даже получают награды на специализированных конкурсах. Журналистику я боялся как огня. По-русскому имел нетвердую тройку. Фарух Синица. Осужденный. Работник медиа-центра. Сейчас я и пишу, и фотографирую, и снимаю. Ну, пишу статьи в газеты, в газету нашу местную. Также фотографирую все события, которые происходят в колонии. Освещаю все это. Снимаем видео. Вот мы с моим коллегой монтируем. В колонии имеется свой собственный кабельный канал. В какой-то степени это вынужденная мера. Контент современного телевидения часто может только идти во вред заключенным. На своем канале администрация имеет возможность подбирать фильмы с полезным содержанием. Еще одно новшество находится в столовой. Это кабина в виде обращения к начальнику колонии или пункт гласности. Место выбрано не случайно. Каждый заключенный бывает здесь три раза в сутки. Работает это так. Дверь открывается. Включается свет. И запись начинается. Правда, кабина гласности популярностью не пользуется. Возможно, потому что заключенный предпочитает ходить на личный прием к начальнику колонии или к кому-то из его заместителей. Такие встречи проводятся ежедневно. Все эти новшества направлены на поощрение примерного поведения, социализацию осужденных и на соблюдение их прав. Часто по поводу их внедрения в обществе возникают споры. Многие считают, что для заключенных созданы просто шикарные условия, что называется «живи не хочу». И действительно ли эти условия такие шикарные? И, по вашему мнению, есть ли излишества? Вы знаете, мне на самом деле очень часто задают такие вопросы. Николай Кириленко, начальник исправительной колонии номер 6. Не шикарно ли живут осужденные, которые допустили преступление, ходят в кинотеатры, занимаются спортом, достойно питаются? Ну, есть у меня всегда на это ответ. И у вас тоже хочу поинтересоваться. Вот вы скажите, вам бы хотелось бы, допустим, завтра встретить на улице дикаря? Да нет, конечно. Так вот, мы в своей работе не только приводим в исполнение приговор в части изоляции осужденных от общества, мы их готовим к свободе. Вы представляете человека, который 10, 15, 20 лет отсидел за решеткой, не читая книги, не смотря телевизор, не видя новости, не участвуя в внедрении различных современных технологий. Встает вопрос, нужен ли такой человек обществу, и сможет ли этот человек, выйдя в это общество, ощущать его своей частью. Поэтому мы, наш коллектив, не считает, что в колонии созданы какие-то элементы роскоши для осужденных. Это тот минимум, который создает учреждение для гражданина осужденного, который даст ему возможность, выйдя на свободу, не испугаться свободы, потому что этот страх именно быть брошенным, страх именно быть отверженным, как раз и приводит осужденных снова в места лишения свободы. Традиционно в колонии большое место отводится вере. Руками сейчас уже бывших заключенных на территории колонии построен храм. В его стенах проводятся священные обряды крещения, венчания, проходят службы. Двери храма открыты всегда и для всех. Религиозные атрибуты в колонии можно встретить повсюду. Иконы есть и в жилых помещениях, и на рабочих местах. Иногда даже возникают сомнения в искренности этих людей. Почему вера в Бога у них просыпается только в местах лишения свободы? Но священнослужители легко отвечают на этот вопрос. К сожалению, человек устроен так, что зачастую он приходит к вере тогда, когда начинаются какие-то испытания или болезни, либо скорби, либо испытания тюрьмой. Иерей Василий, руководитель отдела по тюремному служению Петропавловск-Камчатской епархии. Конечно же, вера, она дает силы, силы пережить это испытание. Все заповеди Божьи, они построены на любви, на любви к ближним. И когда человек приходит в храм, когда он кается, он, конечно же, вспоминает о своих самых ближних, о своих родителях, братьях, о своих детях. И это является стимулом для того, чтобы человеку поскорее освободиться. Приходить в храм нужно только с чистыми помыслами. Сами осужденные негативно относятся, если кто-то использует веру и церковь в корыстных целях. Поэтому по-особому заключенные относятся к ученикам воскресной школы. Сюда приходят только с добрыми намерениями. Большинство осужденных до того, как попасть на первый урок, совсем не умели рисовать. А теперь пишут иконы, вырезают из дерева настоящие шедевры. Мы работаем в традициях иконописи древней, которая пришла к нам из Византии. Вот это техника плави. Александр Шарнов, иконописец, преподаватель курсов иконописи. Используемый материал натуральные пигменты для этого. Это могут быть земли или некоторые элементы, пигменты есть химические или растительные. Как показывает практика, опыт, то есть вполне человеку это доступно. Конечно, у каждого свои таланты и способности. Но при желании, это самое главное, что на занятиях требуется желание, намерение. Благодаря упорству и кропотливому труду ученики радуют мастера качественными работами и победами в конкурсах. Кравославная епархия часто обращается с заказами, а чуть меньше года назад священнослужители предложили заключенным особенную работу – изготовление иконостаса для будущего культурно-просветительского центра. Это заняло целых семь месяцев. Каждый элемент сделан вручную. Никаких шаблонов и примеров. Иконостас получился настолько большим, что полностью не умещался в мастерской. Ну что, как впечатления? Ну, если честно, такие двойственные, потому что вроде бы все, как в обычной жизни, можно пойти поучиться, поработать, заняться каким-то делом, даже попробовать что-то новое, что в жизни никогда не попробуешь. А с другой стороны, и стены днетущие, эти решетки, условия такие, что... Ну, я вот, если честно, не понимаю, как можно наказывать человека за то, что на две минуты позже встал с кровати, чем это положено. Ну, правильно у вас сложилось впечатление. Это же все-таки колония строгого режима. Здесь и условия соответствующие, ну и требования жесткие. Ну да, человек не должен хотеть сюда вернуться. Вообще не должен, конечно. У него не должно возникнуть такого желания. Спасибо вам большое за экскурсию, за рассказ. До свидания. До свидания. Мы увидели здесь много разных людей. У каждого своя история. Кого-то по-человечески понимаешь, кому-то действительно сочувствуешь, а кого-то осуждаешь за его поступок. И хотя судьбы разные, их всех объединяет криминальное прошлое, длительный срок и зона. Когда покидаешь это место, вопросов только прибавляется. Все, что нам показали, должно способствовать исправлению. Но почему же тогда часть осужденных возвращается сюда? Почему в колонии они дисциплинированы и законопослушны, а стоит выйти на свободу, эти качества куда-то пропадают? И иногда думаешь, а может им нравятся эти условия и такая жизнь, но чужие мысли не прочитаешь. Сегодня я четко поняла, что если человек хочет что-то изменить в своей жизни, он может это сделать по обе стороны забора. И хотя в колонии больше времени для переосмысления, лучше все-таки это делать на свободе. Этот храм в поселке Авача строится с силами заключенных. Здесь в свободное время трудится Андрей, бывший воспитанник исправительной колонии номер 6. Сейчас у Андрея есть семья, друзья и работа. Он занимается любимым делом, поет и выступает с концертами. К старой жизни мужчина категорически не хочет возвращаться. У него получилось вырваться из порочного круга, но по его признанию начать новую жизнь после освобождения непросто, даже если этого сильно хочешь. Я вот знаю ряд примеров, когда человек приходит устраиваться на работу, да, и ему, и когда узнают люди о том, что он сидел в колонии, да, то есть отталкивают его, да, не берут на работу. Да, знаю ряд примеров, когда человека посылают там по знакомству, да, допустим, вот, ну иди, ну, о том, что ты сидел в колонии никому не говори, да, и, конечно, остается нехороший осадок, да, в душе, что вот ты какой-то, вот как вот изгоем себя чувствуешь каким-то, да. Вот и наш герой Андрей в самый последний момент попросил не показывать его лица. У него жизнь складывается хорошо, но лишний раз говорит, что сидел он не хочет, ведь вокруг много людей, которые повесят ярлык, зэк, и не поверит, что он мог исправиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok